Людмила Головко на встречу с руководителем края приехала из Новопокровского района. Кондратьеву женщина пожаловалась на то, что в их поселке Кубанском нет пастбища для животных. Жителям становится невыгодно держать коров. Сейчас их пасут на участке у местного фермера. Но земля для этого там уже просто непригодна. Разобраться в этом вопросе Вениамин Кондратьев поручает главе района. С ним, исполняющий обязанности губернатора, общается в режиме видеосвязи. Наши призывы основываются просто призывами или лозунгами, если мы будем говорить о том, что необходимо КРС держать дома, развивать, обеспечивать самих себя молоком, молочным продуктом. Но на самом деле, как его развивать-то, как его растить, это крупно-рогатый скот, если на самом деле в летний период ему выгнать некуда. Это тоже абсурд. Этот вопрос единственная просьба возникнуть под личный контроль, потому что я реально понимаю, что, конечно, все в паях. Но давайте будем искать способ. Краснодарки Галина Трифонова и Нина Гопала пришли на прием с просьбой от всего микрорайона. Горожане переживают, что на их улице Вавилова рядом со стадионом вырастет многоэтажный дом. За ответом Вениамин Кондратьев обращается к мэру Краснодара. Тот, в свою очередь, поясняет, что стройка действительно планировалась. Но возвести там должны были спорткомплекс. Однако и на это пока не выдавалось никаких разрешительных документов. Предусматривалась реконструкция самого стадиона, но его проектирование приостановилось из-за заморозки программы «Краснодару. Столичный облик». По мнению руководителя региона, оставлять из-за этого кубанцев без парков и спортивных площадок недопустимо. В ближайшее время Кондратьев планирует обратиться к депутатам ЗСК с просьбой разблокировать программу в части финансирования строительства соцобъектов. Посмотрите, посмотрите, если застройщик.